Девушки отдыхают 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 увезти. Судя по всему, человек, который сидел здесь, он вообще вылетел вот туда и там его, короче говоря, завалил чертям собачьим обломками. Потому что мы, судя по всему, находились где-то на парковке, здесь все обвалилось. Просто я бы заглянул бы, честно говоря, в бардачок. Мне кажется, что там должен быть пистолет. Дело в том, что мы с вами играем за человека, который так или иначе связан был с наркотиками. Я имею в виду, что он был дилером. Хотя выглядит так, словно он сам употреблял тоже. Вот. Его пытались, я так понимаю, похитить. Или что-то в таком духе. Наверное, мы кому-то дорогу перешли или в душу насрали. Хрен его знает. Может быть, продали кому-то некачественный товар, как вариант. И нас хотели, я так понимаю, похитить. И, скорее всего, и людей, которые это сделали. Возможно, что-то все-таки было... Гараж. Возможно, все-таки что-то было при себе. Там оружие какое-то. Вот, допустим, здесь. Полицейская машина. Наверное, наверняка, что-то должно быть. Нет? Ну, не факт, на самом деле, что полицейские обычно при себе носят оружие. То есть, как правило, в бардачке у них, скорее всего, ничего не лежит. Если там сейчас их нет, значит, скорее всего, в машине тоже ничего нет. Привет, Том. Эта грёбанная трещина продолжает расти. Не вздумай облокачиваться на стену. То есть, всё держится на соплях. И проследи, пожалуйста, чтобы тупой уборщик убрал с пола всю эту штукатурку. Зак. Интересно, как давно это было написано. Я думаю, что не очень. Это что такое? Чипсы, да? Кто-то наверняка играл в какой-нибудь Doom. Я почти что в этом уверен. Или нет? Скорее, в Hotline Miami. Так, получается, что двери, как таковые, мы открывать не можем. Мы можем их просто выбивать. То есть, либо ногой, либо рукой. Надо будет понять, чем будет быстрее выбивать, рукой или ногой. Потому что, судя по всему, эффект, по-моему, один и тот же получается. Либо... Либо рукой, либо ногой. Наверное, лучше всё будет делать это рукой. Так, ну знаешь что? Давай. Поразминаем пальцы, потому что я знаю, что здесь нас ожидает пучащих всяких мертвяков. Я, честно тебе, сказать, изголодался по виду ходячей мертвичины. Давай. Подать мне сюда зомби. Главный въезд на парковку ТРК гараж. График работы с 10 до 11. Открыт для посетителей с 23... Ну, в общем, с 11 до 10. Только для сотрудников службы охраны и спецтехники. А я так понимаю, что всё произошло... Вообще здесь стюгли так, словно... Всё произошло не конкретно с... А, батунчик. Ага, то есть он восстанавливает нам здоровье. Я тебя понял. Прекрасно. Скорее всего, всё произошло чуть раньше, чем с той машины, потому что в той... В той скорой помощи уже ехал человек. Господи. Как думаешь, если взять осколок лампы, можно было бы им убить зомби? Предположим, воткнуть ему в этот самый. Скажу вам так. Повредить точно можно было бы у меня когда-то... Ещё некоторое время назад я, получается, у себя здесь дома жил с человеком, которому было лет под 90 уже, ну, где-то около того, там, чуть меньше, может быть, этот... У него уже крыша ехала, но он, на самом деле, сам по себе был всегда больным человеком. Ну, он не никто, на самом деле, это была своего рода коммуна. Вот. Я уже как-то рассказывал, что мы выкупили эту часть квартиры, но когда он здесь жил, он набрасывался на меня с вот такой вот лампой. Вот просто, представляешь, просто он выходил и начинал возникать. И набрасывался на меня вот с такой вот огромной лампой. И зараза, конечно же, повредил. Слегка. Поэтому я думаю, что если бы мы использовали это дело как... Как оружие, то, я думаю, можно было бы вспороть пару... Горлышек. Крюха. Выглядит так, словно эту парковку бомбят, серьёзно. Да я и не удивляюсь. Хотя, знаешь что? Скорее всего, мы просто находимся, получается, на парковке и бомбят сам город в целом. Вариант. Ударить? А, это автомат. Это автомат с батунчиками. Ясно. В Хатлайн Майами, по-моему, тоже двери так просто не открывались, я вот не помню. Тоже надо было, по-моему, выбивать. Но, честно тебе сказать, у меня сам Хатлайн Майами... Так, это мы поспустимся ниже. Сам Хатлайн мне не очень нравился. Так, ну идём. Временная потеря памяти, похоже на вакуум. Как я не пытался, я не мог вспомнить своего имени. И это напрягало. Дальше, как он мне напоминает пушечки. Была такая старая-старая игрушка. Голлс и что-то там, кажется, что-то такое. Не Гостанц Гоблинс, конечно же. Короче, Голлс, что-то там. Ты тоже там играл за такого чувака в кепочке. Но с одним тем отличием, что у него... Там можно было играть за девочку, за его сестру. И за самого вот этого парня. Хорошо. Главное, чтобы он не взорвался внезапно. Вот. И ты приходил в особняк какой-нибудь. Там были в основном какие-то монстры, там призраки. И он как раз ходил с пушкой и пытался их убивать. Что-то Голлс, что-то там называлось. Вот этот парень, они очень похожи. Привет, Рой. Уже давно пора выкинуть эти пустые коробки. Как считаешь? Ну, сперва, проверь их. Там могло что-нибудь заваляться, Джейми. Ага. Допустим. Как вариант. Там, может быть, что-то опасное будет. А может быть и нет. Может быть, это будет просто немножко помощи нам в том плане, что тут будут просто валяться какие-то патроны, просто боеприпасы и тому подобное. Так, просто двери открывать я не могу. Я могу их только выбивать. Это не очень хорошо на самом деле, потому что мне хотелось бы как-то легко заглядывать, знаешь, по чуть-чуть заглядывать в комнату. Хотя, с другой стороны, кому это надо? Ты просто влапываешься в комнату и начинаешь всех убивать. Вот так надо действовать. Так, слушай. Давай мы не будем пока ломать автоматы, потому что здоровье у нас полное. Если у нас покосит, то только тогда мы и будем, наверное, с этим разбираться. Меня волнует только то, что мы с вами с голыми руками ходим. Плохая идея, нет? Нет, идея была отличная. Единственное, что, скорее всего, нам туда и надо. Да, ну идем. Идем в другую сторону. Так, подожди. Карты никакой нету, конечно же. Да, нам туда и надо было. Так, крысы. Дай угадаю. В ящиках. Сдохнем, раз. Так, это пока не берем. Это. Ага. Это нам, получается, я тебя понял. Стакается, как это использовать, я пока не знаю. Я думаю, что с аренем разберемся. Так, ну у нас есть пока чем подкрепиться, если вдруг что. Я сейчас подумал просто, что было бы неплохо вот этот баллон взять и наполнить его чем-нибудь. Ну просто для того, чтобы если вдруг попить, захочется все такое. К слову, мы сейчас играем с вами на высоком уровне сложности. Не знаю, насколько это будет реально сложно, потому что то, что я знаю, по рассказам, то игра должна быть реально жесткая. Вроде как говорили, что убивают тут с нескольких ударов на таком уровне. Посмотрим. Хотя так это будет клево. Мало бы неплохо, даже знаешь. О, господи. У меня было ощущение, что рано или поздно я увижу труп на этой парковке. Ощущение не обмануло. Он лежал в паре шагов от меня. Я не хотел подходить ближе, но... Но это было зрелище. О, же. Было похоже, что на бедолагу напали гризли и сожрали ему всю рожу. А я подумал, какого хера? По парковке брудит гризли и жрет людей. Надо сообщить обо всем в полицию, а еще лучше просто свалить отсюда. Знаешь, там такие думы, дайнлайты, короче говоря, все, что связано с зомби, научило меня тому, что зомби встают, но имеется в виду трупы встают. И желательно было бы их проверять. Я, как сейчас помню... Ого, а это что такое вообще? Это какой-то этот... Показал, что ванна, а потом понял, что это, скорее всего, какой-то тульеч, или, может быть, это... Этот... Бойлер, может быть, даже, но булеру здесь делать нечего, потому, скорее всего, это... Просто какой-то ящик, ладно. Короче, я, как сейчас помню, как я в думе ходил с этим... с фонариком и проверял каждого трупа. Поэтому давай будем опасаться этого дела. Но пока что он выглядит достаточно мертвым. Не, хочется какую-то кнопку, которая позволяла бы нам... Которая позволяла бы нам, миленно, открывать дверь. Слушай, я могу ее закрыть? Нет. Ай, ладно, мне очень-то и хотелось. Акт приемки груза. Сегреты 10, коробок шоколадки 5, сели на мясо 10, концентрированное молоко 5, груз принял кодопщик мистер Эддудли. Собственность ООС МИЦ Инвестмент. Ясно, хорошо. Генератор, который не работает. Сейчас все, скорее всего... Брось ты такая! Жри ботинок, тварь! Вот мышки. Я уже чувствую... Я уже задницей ощущаю, что мыши здесь будут самые жесткие враги. Самые жесткие враги. Просто в том плане, что... Ну это же мышки, господи. Мышки, мышки всегда меня раздражали. Еще со времен костребаний. Железная дверь заперта. Без ключа тут не обойтись. Мы сейчас спустились, верно? Что это получается? Что мы с вами находимся где-то уже под самим гаражом. Да, то есть мы с вами должны спуститься... Куда мы вообще? В бункер какой-то поем или что? Так, знаешь что? Давай мы... Подкрепимся. Так, я нужно найти ключ. Ключ, скорее всего, у этого мистера Дудли должен быть. Потому что он принимал здесь последние ящики. Скорее всего, он здесь за все и отвечал. Последняя цикла кофейня. Я думаю, что это... Он. Так, хорошо. Охота началась. Я тебя понял. Давай. Поиграем. В крайнем случае, я ему оторву руки. Запихну их куда надо. Так, он вошел сюда. А, тут была дверь. Серьезно? Дудли? Дудли? Дудли, мать твою. Какой красавец. Получи с ноги, тварь. Ах, ты ж... Серьезно? С двух ударов, айпереть. Ладно, Дудли, я тебя определенно недооценил. Скотина ты такая. Да пошел ты в баню, блюдок. Слушай, ну это было круто. Это было определенно очень круто. Мы его запинали руками. Но меня таки не обманули. Действительно, здесь все это дело очень жестко. То есть убивают буквально с нескольких ударов. Но честно говоря, что мне кажется, что... А, я мог слушать точно. Я мог выбить дверь. Просто выбить. Она закрылась, но я, наверное, мог отсюда просто убежать, да? Можно, бывало, попробовать просто пнуть его ногой, убежать назад. Просто нас замкнули. Я думал, что все. То есть там мы должны только разбираться. Единственное, что плохо, то, что он скоснулся. То есть по всем канонам, по идее, мы теперь должны потихоньку превращаться. Так, слушай. Давай поступать, наверное, логически в таком случае. То есть мы там где-то позади оставили пару батунчиков. Давай их, наверное... Съедим. Самое время. М-м-м. После укусов зомби, когда они вырывают тебе своими гнилыми зубами куски плоти твоей, нужно просто съесть батунчик. Конечно же. Это всегда помогает. Разве ты не знал? Это определенно сразу должно помочь. Батунчики. Определенно спасут мир от заражения. Угу. Так, ладно. Нам нужно какое-то оружие. Сручно. О, прекрасно. Слушай, нужно еще знать, что сделать. Нужно еще разобраться с тем, как вообще использовать аптечку. В принципе, я думаю, самое время это сделать. А, я по тебе понял. На табуляции все ясно. Ну да, нам же объяснили это в самом начале. Так, ладно, погнали дальше. А я не сошел сама. Этот ублюдок хотел меня сожрать. Мертвый ублюдок. А, у нас здесь ковырок. Это, знаешь, должна включить нам задачу, как минимум. Единственное, что он... Все, понял. Ответ я получил. Я просто хотел знать, устаем ли мы. А, смотри, некоторые двери действительно можно чуть-чуть открывать. Хорошо. Смотри. Мы пробрались еще ниже. И теперь я четливо вижу, что какая-то ерунда творится с их канализацией. То есть, я не уверен, кажется, что это точно именно в канализацию идет. Но, как минимум из этих вентиляций, видишь, какой-то... Что-то сочится такой. Ух, твою мать, что бы тебя, зараза, ты... Жри ботинок, тварь! Тихо. Нашел тебя! Тварь! Точно мертв. Контроль ботина в голову. Слушай, дело дрянь. Дело очень дрянь, потому что еще один удар, и я сразу отъеду. Лечиться нам нечем. Эй. Кто-нибудь здесь есть? В эфире новости дня. Уже второй день продолжаются бомбежки некогда популярного торгового центра «Гараж». Никакой официальной версии происходящего пока нет. Однако, эксперты считают, что это дело рук конкурентов. Напомним, что торговый центр «Гараж» принадлежит амбициозному бизнесмену Ричарду Смиту. Многие считают его финансовым гением современности. К другим новостям. Из-под обломков разрушенного торгового центра до сих пор выбираются живые люди, которые ведут себя крайне агрессивно и нападают на прохожих. Также появились сообщения о случайных жертвах. Полиция сдержалась от каких-либо комментариев по этому поводу. Заткнись! Ого! Серьезно! Я, честно говоря, хотел просто вырубить этот зомбо-ящик. Оказалось, что там что-то даже было. Хорошо, будем иметь в виду. Видимо, просто кто-то хранил. Ну, там было на случай... На всякий случай, короче говоря, было. Вдруг он там порезался бы. Или даже не так. Возможно, эта аптечка просто была довольно высокая. Он подпирал там телевизор. Я, скорее, в это поверю, чем то, что ему это нужно было. Ага. Так, слушай, давай их сразу используем. Потому что беда будет, если на нас нападут. Это, скорее всего, склад. Тут хер его знает что. Давай, наверное, сходим на склад. Понимаешь, в чем проблема? Проблема в том, что у нас руки голые совершенно. Совершенно. Было бы неплохо, вот если бы в этих аптечках был какой-то бинт. Знаешь, что бы я сделал бы? Здесь наверняка есть какая-то смола или что-то такое должно быть липкое. Я бы взял бы, получается, бинты бы обмотал бы на руку. Засунул бы руки в смолу. Ну, или что-то липкое, опять-таки. И потом набил бы здесь битого стекла какими-нибудь мелкими осколками. Вот, допустим, этот монитор, телевизор. И просто бы окунул бы эти руки туда. Вот. Что-то такое было бы, наверное. Но нужно руки, конечно, поплотнее обмотать бинтом, чтобы эти стекла не пробили бы. Не пробили через бинты руки. И можно было бы кому-то вружу давать. Я, честно говоря, думал, что на этом уровне сложности нет сохранений. Саймон, ты идиот. Конечно, ты мой кузен и все такую. Но похоже, ты напрочь пропил свои долбанные мозги. Если мне нужно, объясню тебе, как починить топор. Так, поднять свой ленивый зад и принести со склада рукоять и лезвие. Ну, предположим, это я смогу и сделать. Идти мастерской. И насадить лезвие на рукоять, чтобы к моему приходу гребаный топор висел на гребаном пожарном щитке. Иначе я засажу эту рукоять тебе в сраку. Ха-ха, Рой Боклер. Знаешь, долг возвращения, да, Рой? Хорошо. Так, вот это вот нужно... Нужно не тратить. Нужно не тратить. Так, давай возьмем ключ. И сейчас, наверное, начнется. Я имею в виду, что аптечку, которую мы сейчас взяли, нужно по максимуму продержать, насколько это будет возможно. Так, подожди. Нам, скорее всего, нужно идти сейчас на склада. Короче говоря, оказывается, мы с вами находимся не в каком-то там большой парковочной, как я это представлял себе. Ну, то есть, знаете, вот эти вот огромные парковки там многоэтажные. А мы находимся именно в торговом центре. И его действительно бомбят. Да, классно. Что это? А, это лезвие топора, между прочим. Давай закроем двери. На всякий случай. Чтоб я, по крайней мере, видел, если вдруг какая-то задница произойдет. Руками крысы бить, я дохала... Тварь, да чтоб ты свои гнилые зубки об мои ботинки сломала. Если я еще раз увижу, как ты пухой спишь на складе, клянусь, я снесу твою сраную башку этим же топором. Рой, я это сделаю из-за тебя, поверь мне. Мать твою соногу! Поцелуй на отполированный ботинок, дрянь! Я, конечно, хотел надрать тебе задницу... Задницу топором, точнее, трубить голову, но я думаю, что... Я думаю, что... Я просто отпинаю тебя по сраке, и все. Ботинками, и на этом все закончится. Так, дай-ка, угадай рукоять. Конечно же. Ладно, ему просто повезло. Если бы не такая возможность, сейчас мы к нему вернемся, пробуем его, может быть, добить. Потому что у меня такое чувство... О, да. У меня такое чувство, что, когда мы их просто забиваем руками, то мы это делаем только временно. То есть мы их бьем, и они потом еще могут после этого встать. Нет? Нет, нифига. Хорошо, допустим. А, у нас есть вот такая возможность переключать оружие. Я тебя понял. Угу. То есть либо мы это делаем на скролле, либо мы это делаем на вот этом. То есть кнопочками это делать не... Не могу, что произошло. По-моему, я сейчас включил эффект ВИЧС-кассеты. Что-то мне подсказывает. Давай, дряни. Давай, утоли мою жажду убийств. Нет, этого мало. Нам надо знать, что нам нужно сейчас будет еще ботинки набить какими-нибудь... гвоздями. Давай, подходи. Оу, мразь. Слушай, я им отрубаю головы, им срать вообще так посмотрю. Ну давайте. Это все зомби до вас были какие-то слишком хиленькие, раз разваливались от того, что их просто посраки набинал ботинками. Тихо. А, и этого дез... Я его законфью сделал немножко тем, что оторвало ему голову. Хорошо. Тихо. Так, я так понимаю, что крыс я так или иначе не смогу топором забить. Да, только исключительно ногами. Да что б тебе, черти дроли! Слушай, ну на самом деле очень здорово. Я прям тащусь от этой игры, серьезно. Я имею в виду в том плане, что она реально жесткая, и при этом она местами меня возвращает в... в дарк вот почему-то так, ну-ка... Ай, стварь, да чтоб тебя, черти, в аду дроли, скотина! Сдохни! Слушай, мы можем, знаешь, что делать? Мы можем делать сильный удар. То есть, если я же зажму кнопку, то вот я могу сделать вот такой выпад. Причем я обратил внимание, что если я его сделаю, то он, видишь, он, получается, бьет... Бьет, получается, в левую сторону, а потом еще возвращает... возвращает топор к себе. И получается, что я могу таким образом нанести два удара, если я правильно, конечно, понял. Так, давай держать его на готове. Это просто кровавое месиво. Я думаю, что вот такое месиво уже, в принципе, не встанет, да? Сзади! Отлично! Шикарно! Слушай, топор... Топор шикарен. Топор... Определенно, как в Дарквуде. Хотя нет, подожди. Мы в Дарквуде ходили с этим... Господи, не с топором, а с лопатой в большинстве случаев. Ну, ничего страшного. Ничего страшного. Эти зомби ведут себя примерно как... Тихо-тихо-тихо-тихо, родные. Давай еще! А то у вас как-то маловато. Как для... Элитного этого самого... Господи, элитного магазина. Топор. Штука надежная. Но пистолет лучше. Так, я так понимаю, что здесь мы где-то с вами должны будем найти еще и пистолет, помимо прочего. Но знаешь что? Я же тебе говорю, игра отправляет меня во времена... Дарквуда. В эфире программа. В поисках паранормальной херни. Сегодня наша съемочная группа отправилась восточную славию. Яцек сливовица работает ночным сражем в морге. Сегодня он на дежурстве, как и в ту ночь, когда сюда привезли тела. Яцек говорит, что тогда он еще толком не успел напиться, как вдруг Демиховский встал со стола и пошел к выходу. Мертвые не должны погадать. Морг без разрешения врача-патологоанатома. Я пытался преградить ему пути, говорит Яцек. Но Демиховский оттолкнул меня в сторону, сказав, что он сам врач. После чего он покинул здание морга, прихватив с собой пару трупов и ящик медицинской херни. Правда, ящик спрятал пузырь нашли у Яцека в кладовке. В эфире так, я тебя понял. Кто, блин, все время прячет батунчики и аптечки? Я не знаю, может быть они подкладывают это все, действительно, под телевизор. Главное, чтобы оно не взорвалось. Я думаю, что без определенного... Без определенного там пистолета, допустим, оно не взорвется. Ага. В зомби себя здесь, знаешь, ведут как вот эти... Боже, я уже забыл, как они называются в Даркфуде. Короче говоря, как в эти твари из Даркфуда. Гассировка, прекрасно. Пистолет, прекрасно. Я так понимаю, что перешмыгнуть мы через эту штуку не можем, просто потому что там, видимо, все напрочь завалено. Да и опасно, потому что эта дрянь определенно может встать. Если она встанет, то мы выйдем в ловушке. Я так думаю, что патроны для пистолета здесь будут... Да и в принципе, патроны как таковые здесь будут в дефиците. Нас будут заставлять, скорее всего, чаще всего сражаться вблизи. Да и откуда здесь взялся патроном, учитывая, что это просто торговый центр? Учитывая, что это просто торговый центр... Я застрял в их месте себе кровавым. Капец. Слушай, это охеренно. Реально, в последний раз я подобные ощущения ощущал только в Дарквиде. Круто. Не работает. Шоколадка. Прячут только в рабочих телевизорах? Так, я, конечно, понимаю, что надо идти вниз, но давай у нас выйдем наверх, чтобы мне подсказывать, что это была бы гениальная идея. Это дебильная идея. Идем. Идем, наверное, вниз за пистолетом сначала. Тихо. Я думал, что здесь сохранение. Сохранение не будет. А, слушай, я могу как-то, может быть? Нет, не могу. Я в любом случае должен атаку держать. Просто ананас высушивает, понимаешь? Если я буду просто так махать топором, я буду высушенный. Тихо. Тихо, тихо, аккуратненько. Отлично. Знаешь, меня вот всегда интересовало, я не самый великий спец в плане понимания того, как устроены зомби, но, скажем так, мне всегда интересовало, почему в фильмах про зомби, там, допустим, почему нету зомбо-животных, ну, заключение в резидент, и вот где были собаки-зомби, но чаще всего зомби-животных не было. И ответом для себя я сделал то, что, ну, я решил, что животные просто разнесли всю эту заразу, то есть птицы, предположим, помните? Ах ты ж тварь! Я сейчас тебе запихну этот топор в очко! Сейчас я промассирую тебе твою мертвую простату рукояткой топора, ублюдок! Скотина. Нужен ключ в итоге. Да твою мать! Ладно. Зато я тебе признаю, что здесь нет никого, ни живого, ни мертвого. Так, и при этом, у меня есть еще в запасе несколько автоматов. Ага. Внизу тоже есть. Давай, наверное, сразу сходим возьму, потому что вряд ли я буду возвращаться в эту сторону. Прикол в том, что это просто торговый центр, я так понимаю. Насколько глубоко он уходит вниз, хер его знает. Мало ли, что здесь по торговым центрам было построено. Судя по тому, что мы сейчас с вами послушали, так здесь получается торговый центр кому-то принадлежал. И вполне вероятно, что этот кто-то построил торговый центр на своей лаборатории. Я хочу сказать, что он просто прикрывал то, чем он занимается на самом деле, торговым центром. И что-то, видишь, получается, что из-под низу, откуда-то, откуда-то, откуда-то хер его знает, откуда, короче говоря, откуда-то очень глубоко из-под низу сходят вот эти испарения, которые как раз и превратили всех людей в зумби, я так полагаю. Так, а ну давай, подходи по одному. Не, 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 лучше не по одному. По одному будет сильно скучно. Ох ты ж тварь, кидаешься на меня? Так, вот эта дрянь сейчас опасная. Нет? Пни его по шарам. Точно встанет. Хотя лучше бы не так, чтобы не встал. Дверь им по-любому помешает войти, а у нас будет время, чтобы... Просто в кашу. А у нас будет время, чтобы немножко перекрупироваться. О, патроны. Отлично. Патроны? Если же это настоящий, просто настоящий, торговый центр, без всяких там задних мыслей, как я подумал там про лабораторию, про все такое, то здесь не должно быть патроны тому подобных в изобилии. Слушай, как я его удачно ему отрезал ноги. Но если здесь будет... Если здесь будет все вот это вот, то есть патроны, автоматы, это подобное, то скорее всего это все-таки действительно лаборатория. Слышу. Бежит она вот это вот. Юхо. Да сдохни ты, мать твою! Давай! Получие твари! Еще раз! Короче, у нас есть, получается, несколько возможностей сделать сильную атаку. Ты сделаешь сильную атаку, потом куарок, еще раз сильную атаку, и все в порядке. Короче, если у нас будет пистолет, я думаю, что мы не будем экономить патроны, просто потому что я в этом большого смысла не вижу. То есть, если у нас они будут, я думаю, что мы будем их выстреливать. Хотя, черт его знает. Если они у нас будут в изобилии, то мы тогда не будем экономить. Если будут... Если они будут попадаться редко, то тогда, наверное, лучше всего их будет припрятать на что-то особо важное. Видишь, вот эти вот испарения? по-любому идут откуда-то очень снизу. А это точно дорога приведет нас к пистолету? Тихо, тихо, тихо. Аккуратненько. А-а-а! То есть, действие своего рода энергетические напитки, которые добавляют на максим... к максимуму выносливость. Если я сюда упаду, будет беда. Давай пробуем. Я не это имел в виду. Давай попробуем перешмыгнуть. Это, кстати говоря, редбул. Это патроны. Подожди, я вообще перешмыгнуть не могу, получается? я думал, что я, в принципе, могу это делать перед это самое, но это похоже, похоже, что-то прям совсем ядовитое. Допустим. Кстати говоря, там была крыса, я ее зафутболил прямо в эту самую и получил за это достижение гол. Так, это, конечно, все очень хорошо и прекрасно, но... Мать твою за ногу! Нет! Так, ладно, подожди. Все прекрасно. Здесь, в принципе, недалеко. Вот что мы сделаем? Хватаем вот этого дела и сразу же бежим. И рубим все подряд. Давай. Прекрасно. Оздохни ты, мразь! Да ты посмотри! Я ему там уже все челюсти поотрывал, он все равно меня чем-то грыз. Неугомонные твари. Херо! Херо то, что я не могу накопить аптечки. Ну, в принципе, на что я рассчитывал. Это вполне себе было очевидно. Так, подожди. Это мастерская. Они здесь. Будут кидаться? Кидаются? Да ты, емать! Да что будет? Целуйся мои ботинки, сволочи. Угу. Не, мышки зла. Они всегда были противные. Ух! Твою мать! Это пугает! Пугает даже до сих пор! Да что у вас всех! Давайте, твари, выходите. Я сделаю еще пару зрубов на своем топоре. Еще пару голов будет наша коллекция, нет? Они вроде бы в прошлый раз выбежали. Или я дверь открывал? Я не помню. Ладно, хорошо, хрен с ними. Вот эта дрянь определенно должна встать, я тебе говорю. Ага. Ха-ха. Ну, видишь, если качественно ему воткнуть топор, то ему приходится сразу же два удара. Не знаю пока, как это конкретно провернуть, так чтобы это именно было стабильно, но вроде бы это вроде бы как получается, если взять, допустим, нечетко по нему ударить, допустим, не вот так вот, а как-то немножко вбок, что ли, как-то так. Ну, в общем, попробуем. Поэкспериментируем, благо здесь живое мертвичное достаточно много, чтобы экспериментировать. Так, а теперь подходи. Тихо. Так, это что такое? Старший инженер Джордж Малкович. Это Бэджик. А кто из них? Кстати, обрати внимание. Я только прохожу возле стены и топор и скрит. Ну, имею ввиду трюса стенку. Очень круто сделано, просто невероятно. Вот. Полюбуйся, Джордж, что я нашла у Джорджа Младшего в портфеле. Он говорит, что это витамины, которые ему прописал школьный психолог, но я в эти россказни не верю. Более того, я подозреваю, что он купил дрянь на улице. Ты же знаешь, сколько в нашем районе наркоторговцев. Джордж, тебе нужно проводить больше времени сынам, вместо того, чтобы днями напролет торчать в этом своем подземном офисе. Карьера не заменит тебе сына. Подумай об этом, пока еще не поздно. То есть, сейчас это был Джордж старший и рядом с ним мы, похоже, положили и его сына вместе. Понятно. Погоди. Меня вот этот товарищ напрягает. Знаешь, чем прикол? Прикол в том, что мы тушки влияемся наркоторговцам, но, как правило, дилер не употребляет. Верно? А ты что, собрался? Ну ладно, вроде бы как парень говорил, что это просто таблетки со школы. Давай поверим ему на слово. Вдруг эти нас вылечат или дадут сверхспособности. Ну конечно. У этих таблеток был неприятный горький вкус. И вот что странно, я никогда раньше не замечал, что слышу пустоты в стенах. Наверное, у меня в носу эхолокатор, как у дельфина. Это о чем я? Сейчас бы попить водички. А-а-а! Ай, я тебя понял. Слушай. О-о-о-о! У нас сейчас явно очень качественный приход и при этом оказывается здесь есть секретки. У-у-у, ты только посмотри на это. У-у-у! господи иисусе как я тебя понял давай искать какой-нибудь может быть другой проход допустим здесь я просто вижу что там что-то есть но пройти мы тогда по мы не можем а здесь можем давай ладно под какими-то колесами и явно наверное не самая лучшая идея сражаться за свою жизнь но какой у нас выбор я думал что они нас подлечат но и я тебя видел я сейчас использовал аптечку может бы там что-то было что помогло бы нам немножко прийти в себя но мне кажется что нет тысячи человек работают под землей крот джуэл слушай мне теперь очень интересно это вот мы сейчас ходим в каком вообще месте вроде бы как прорубили себе путь вседены но при этом мне такое впечатление словно мы сейчас просто валяемся у нас пена изо рта у нас пена изо рта и мы валяемся в этой всей свои блевусь и соплях слюнях и тому подобных приятного аппетита кто кушает но если ну просто блин за определенно по именно так что происходит кто финансирует эту организацию крот итан по моему по моему мы сейчас ходим знаешь где мы сейчас ходим мы действительно ходим в стенках но по-моему кто-то следил за всем этим делом что здесь происходило то есть я имею ввиду что кто-то был засланным казачком и он просто и он из из-за стенок наблюдал за тем что здесь творится они все убийцы все крут квентин причем здесь не убил по боже пылу конечно да давай будем жрать все странные таблетки которые кто-то там где-то принес оставил на помойке что может быть быть блин пойти не так конечно давай тихо 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 слушай там ничего нет давай просто пойдем дальше есть ими не могу сражаться нормально потому что эти твари убивают меня грубо говоря с одного удара но я не ввиду что в том плане что я как бы их не пытался бы ударить они все равно успевают меня пробить ты пики серьезно не я скорее поверю в то что у меня сейчас приход еще усилился да ну его в баню тут не может быть хороших так убить его тоже не могу батя привет будь так наш батя был какой-то морпех я так посмотрю да точно это мое имя папа что-то там бубнишь себе под нос рядовой да ты смотри я не ожидал увидеть вас здесь сыр еще я вспомнил сыр папа мне сказали что ты умер я тоже так сказали рядовой когда я отдал концы значит мне все это не мерещится реально живут мертвые но как это вообще возможно а я откуда нахрен знаю послушай парень когда я был на войне а я был на этой чертовой войне дастер я знаю не перебивай щенок на войне я видел мальчишек вроде вдвое младше тебя которые умирали за свой флаг а ты мразь мне герою войны стыдно смотреть людям в глаза потому что мой сын торговец смертью ты наркоторговец ты забыл об этом теперь я вспомнил и ты вернулся с того света чтобы напомнить не об этом может быть а возможно я всего лишь твоя галлюцинация вызванная чувством вины и еще послушай парень ты беги голову потолок здесь хлипкий что папа ясно так шоколадка тихо 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 так слушай я конечно все понимаю но вот эти вот твари их надо знаешь что с ними делать их надо рашить тихо 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 хорош сволочи просто по моему самое кончилось видео тихо твари катастрофа какая то то что когда я ем батунчики я по моему он сразу даст землей нихера не помогают тихо твари занимаются тебя мышку для компьютера и буду очень агрессивно играть филейферки руку чтоб ты страдала тварь По-моему, самые оконченные здесь пока что мелкие, потому что большую я кое-как могу достать А мелких Да тварь Тихо Одно касание, одно касание и я отъезжаю Одно касание, большую мыши Давай Эту морду пополам разрежу Так, аккуратненько Не рискуем Так, лечиться нечем От батончика я блюю По-любому сейчас валяюсь где-то там в припадке, в слюнях Надеюсь, что когда я очнусь рядом будет пистолет какой-нибудь Потому что после всего того, что мы сейчас прошли не получить пистолет Приход усиливается, честно говоря Чем дальше Тихо, тихо, тихо Чем сильнее я бью мышь Тем приход сильнее И я вообще не вижу уже куда бить На самом деле можно было бы зафигачить Зафигачить ее просто сильным ударом Я полагаю Она просто проблема в том, что если я сейчас к ней хреброзок прикоснусь Я сразу же отъеду Она грызет мгновенно В этом вся проблема Сдохнет, тварь Задрала Теперь самое главное Чтоб отсюда не выпрыгнули Еще несколько таких тварей Поэтому я буду крайне аккуратен Я так и знал Вот так и знал, серьезно Прикол в том, что эти твари работают Очень странным образом То есть Они бьют не так, как зомби То есть Если зомби, чтобы тебя ударил Нужно, чтобы он тебя именно ударил То эти твари тебя бьют Просто касанием То есть они подходят И сразу же тебе начинают Вгрызаться вплоть Вот так они работают Сволочи Так аккуратно Кибераккура... О, господи Убераккуратно проходим Ага Две, кстати говоря, так и остались позади, между прочим О, господи Фу Сразу Хватаешь это И лечись Ну Что я могу сказать Отсыпьте мне еще этой дряни Потому что это было, конечно, очень прикольно Это было прикольно, но с этими Как их там, господи, крысами Сражаться реально напрягает Ага, все, можно уходить Отлично, идем Какого хера сейчас происходит